Всем привет! Вы на канале DaynaLife, меня зовут Вадим и сегодня поговорим про штрафы. Сильно много штрафов, о которых люди даже не догадываются. О том, что они есть, они привыкли там дома ездить, дома так можно и мы так делаем, потому что мы же так дома делали. И в общем да, тут есть штрафы от там буквально 50-100 злотых до 3000. Буквально за то, что ты остановился и высадил пассажира. И сейчас мы поговорим о 8 самых распространенных, о которых либо они знают, либо чаще всего ко мне с ними обращаются. Пойдем, в общем, от самого простого до самого жесткого, я так думаю. Самый необычный штраф, с которым мы как бы не сталкивались и о том, что мы не знаем, как он в принципе, как его могут определить полицейские, это штраф за несоблюдение дистанции. Вы не поверите, но полицейские умудряются это при помощи своего фена, когда они стоят, они могут отмерять расстояние между автомобилями. И если вдруг что-то не так, вы получаете штраф. Такое часто практикуется, вот если говорить про Варшаву, то там, где вислострадов, туннельчик, и там периодически полицейские стоят и стреляют и не только скорость, а за разом и дистанцию. Это реально непривычная штука. Еще с 2024 года, по-моему, ввели дистанцию, увеличенную на трассе. То есть там, где скорость 120-140, там нужно вообще держать, по-моему, какая скорость, такое расстояние между автомобилем впереди. Не все об этом знают. Следующий нюанс по поводу скорости. Вот часто люди добавляются в чат, и сходу первый вопрос, плюс сколько тут можно нарушать? Плюс ноль. Ну, по закону плюс ноль. Понятно, что полицейские плюс два, плюс три не трогают, потому что это на уровне погрешности. Плюс, да, нужно понимать о том, что, как бы, в принципе, машина показывает неправильно. Она показывает с запасиком легеньким, примерно там плюс пять, плюс шесть. Но в любом случае, если вы будете ехать, например, 55, то полицейские уже могут вас остановить. Да, есть там некая погрешность, на это могут не среагировать. Но в основном нет такой штуки, как в Украине, там плюс 20, и ты там 50, ты можешь ехать там 69, скажем так, вообще не боясь ничего. Здесь это опасно, здесь это дорого. И самое проблемное, это пункты. Пунктов там, короче, добавляется тоже прилично, в зависимости от того, насколько вы превысили. Шестой, в принципе, распространенный пункт, он много практикуется, это телефон. Самое интересное, что телефон нельзя держать в руках. То есть, вы в руках можете еду держать, похожую на телефон, все, что угодно. Там один блогер делал пранки, он печеньки ел и заставлял полицию себя остановить, и потом при них кушал. То есть, можно все, что угодно держать, кроме телефона, ну, я думаю, и планшета. Если вы таксуете, либо хотите что-то в навигаторе сделать, вы имеете свободно полное право это делать, вот когда он на держателе. Тогда к вам вопросов нету, тогда внимательность не теряется, тогда все хорошо. А вот если вы держите в руке, все, шабаш. Причем, если вы думаете так, как они заметят. Во-первых, есть неознакованные, которые периодически ловят. А во-вторых, есть дроны. Под Варшавой, по-моему, в Ротславе, еще, в общем, в разных городах дроны. И вот с дронов замечают, останавливают, и вы получаете штраф. Причем штраф приличный. Насколько я помню, 500 злотых, по пунктам не помню, но скорее всего. Тут за все есть пункты, поэтому, я думаю, пару-тройку и за это вы получите. Следующий штраф довольно необычный для нашего понимания. Его ввели тоже недавно, это опережение. Это такой дикий для понимания. То есть, я пытался в законах найти, как таковой трактовки нету, но объясню. Если вы едете по двух полоске впереди, в правом ряду едет какая-то машина, вы ее догоняете, и вы подъезжаете до нерегулируемой зебры. И суть в том, что тот, кто едет сзади, вторым, по отношению до зебры, он не имеет права обогнать того, кто впереди на зебре. В противном случае за этот штраф, причем там полторы тысячи злотых, он, ну, типа, прям, прям сильно бьет. Вдобавок, там еще даются пункты. Это, в принципе, как запрет опережения, только сделали такое еще для зебры. Так же сходу, как только появился этот закон. Этим начала промышлять и полиция. Я уже таких видео много видел о том, как полицейский в правом ряду едет, и он специально тормозит перед зеброй, понимая, что на зебре никого нету. Это ночное время, нету пешеходов, и он просто принципиально перед зеброй тормозит, для того, чтобы вы в левом ряду обогнали их. Неважно, есть пешеходы, нету, это штраф. И тем более они это все задокументируют, потому что они в машине. Я прикреплю видосик, поэтому вот с этим штрафом нужно максимально аккуратно быть, и, ну, реально полторы тысячи злотых. Камон, при минимальной зарплате 4, ни за что. Этот знак, конечно, знают все, он есть и в Украине, он есть везде, но я его ради интереса вам озвучу, чтобы вы понимали стоимость. Периодически высадить дешевле вот как раз возле такого знака, чем, например, возле любого другого. Высадка под знаком остановка запрещена. Это тысяча злотых. Да, можно там, в принципе, бывает такое, что можно договориться, ну, не как договориться, если ты нормально себя ведешь, если у тебя нету штрафов, тебе сделают скидочку. Но были уже такие случаи, когда ребята на ровном месте выгребали тысячу злотых штраф, просто потому что они могли протянуть немножко дальше и, ну, и там стать легально. Но они это делали там, где нельзя. Полиция не ознакомая, тысяча злотых, иди сюда. Поэтому не забывайте про этот знак. Их тут сильно много, и вот такая наша доля работы в такси, что мы вынуждены, короче, каждый день рисковать этими штрафами, смотреть, что происходит вокруг и выживать. В общем, добрались мы до топ-3. На третьем месте, как по мне, это тоже новый закон по поводу стрелочки. То есть, во-первых, перед стрелкой нужно остановиться. Это, ну, типа, все знают, не все следуют, но все знают. Если вы смотрите мои стримы, вы могли обратить внимание о том, что какого хрена ты тормозишь. Да, я стараюсь останавливаться всегда, потому что мало ли кто меня смотрит. А во-вторых, есть еще такой нюансик. Это то, что если стрелочка горит, вы остановились по правилам, и вы начали совершать маневр, и она погасла, а вы уже этого не видите, потому что стрелочка вверху. Штраф. Самое обидное, что в Польше ты не можешь понять, когда эта стрелочка перестанет гореть. То есть, там нет ни счетчика, ни отсчета, ни день ничего. Но, если ты начал совершать маневр, это не как с зеленым, да? Ты встрянешь просто на деньги на ровном месте. Потому что ты не можешь чувствовать, когда она погаснет. Где она горит 3 секунды, где она горит 5, где горит вообще 10 регулярно. Поэтому на свой страх и риск. И имейте в виду, что вас за счет этого могут, короче, стопорнуть. И на 1000 злотых. За рецидив 2000 злотых на ровном месте. Пункты там тоже есть, все нормально. На правах рекламы. Напомню, по поводу чата таксистов, курьеров и Dayna Live, где общаемся на тему такси, доставки. Просто общаемся на тему Польши. И чат по аренде авто. Самый крупный в Польше, в принципе, какие таксистов. Поэтому добавляемся, общаемся, спрашиваем вопросы. Там за партнеров, за работу, за все что угодно. Я всегда онлайн, я всегда отвечаю. Иногда сплю, но это, конечно, реже, чем отвечаю. Второе место. Это больше, конечно, касается таксистов. В принципе, хотя и курьеров. Короче, это высадка и посадка на автобусной остановке. В Польше это запрещено. Автобусная остановка строго для автобусов. Все, без исключений. Не, ну полиция, понятно, вот такие службы, да. Если ты таксист, если ты просто машина, если ты, я на секундочку, мы не в туалет. Это все не канает. В любом случае, если будут полицейские, если они будут не в настроении. Да, это не всегда происходит. Периодически полицейские, типа, нормально на это реагируют. Если полицейские будут не в настроении, они решат, короче, штраф от 100 до 500 злотых. И от одного пункта. Ну все, больше одного пункта я пока не слышал. Там в теории больше. Поэтому имейте в виду, даже если ПАС вас спросит, но вы не уверены в том, что вы хотите здесь стать. Вот чуечка сработала. Всего хорошего. Протяните дальше, ближе, скажите, не можно, там все дела. Периодически так же сталкиваемся, это как таксисты в плане посадки. Нереальный трафик. Две полосы, одна из которых без кармана и там автобусная остановка. И головы делают туда заказ. Доведи меня до места, мразь. И спокойно уезжайте, потому что если вы затормозите движение, полицейский 100 пудов, скорее всего, среагирует на это очень негативно. И вы встрянете на, ну как минимум, 100 злотых плюс оформление. Если будет в плохом настроении, 500 злотых. Ради заказа там 10, 20, 50 злотых, оно того не стоит. Поэтому рекомендуется действовать на усмотрение сердца. Первый, самый дорогой штраф, это он практически бескомпромиссный. Я еще не слышал, чтобы кто-то смог договориться на меньшую сумму. Это знак движения запрещено. Мы как таксисты привыкли, что мы можем заезжать везде, можем везде ездить. Но нет. Вот этот знак не касается таксистов. Тут есть и дороги такие, и въезды, и карманы, и во дворы. Только при одном условии, если написано на недотыка такси. Все. Вот в том случае вы можете смело заезжать. Но тут есть такие места, есть такие дороги, есть такие дворы, где написано там, например, не касается только мешканцев и служб по уборке. Все, туда такси не может заехать. Даже если пас говорит, подъезжай, я поставил точку внутри. Винуть мамой. Лесом. То же самое таксисты должны знать. Это прям must have. Есть еще одно место, это посольство Мексики. И так уж вышло, что оно находится возле отеля, ночного клуба, и там всегда периодически заказы. Причем самый дебилизм в том, что до этого въезда и после выезда бус-пасс, то есть легально высадить пасса, ну, в границе того, чтобы ему там было комфортно туда дойти, никак нельзя. То есть там разве что протянуть дальше до Гаги, там уже есть карман, можно заехать. Либо просто, ну, дешевле будет остановиться на бус-пассе. Чем заехать туда? Да, один раз даже я туда заехал, послушался пассов, не увидел сзади полиции, ну, точнее, заметил, но уже когда заезжал, уже как бы назад я не сдам. И полицейские такие, ну, подождали, пока я высажу пассов, и такие, ну, вемя, кто вы глянда, проверили документы и отпустили. Спасибо им большое за это. Да, там всегда куча машин стоит, народ, не рискуйте. Три куска. Даже если у вас получится на косарь сбрить, это, ну, оно того не стоит. Поэтому рекомендуется, вот, если вы видите вот этот кружок, если вы такси, то, типа, читайте, чтобы там было написано разрешено для такси. Если вдруг там просто этот кружок, без каких-то там дополнительных данных, объезжайте десятой дорогой, оно того просто не стоит. Это был мой топ таких популярных штрафов, которые получают водители такси. Ну, то есть, понятно, что там есть разные уже, там, более распространенные, но мы к ним привыкли. Там, поворот, где нельзя, вот такие вот вещи. Это вот как по моему субъективному мнению, это как бы самое популярное. Также ради интереса напишите в комментарии под видео, какие у вас самые необычные штрафы были. Или когда полицейские как бы отпустили вас, хотя могли выписать вам штраф. Да, ну, ё-моё, что ж так темно. Буду благодарен за любой лайк, репост, комментарий. Всем спасибо, что засмотрели до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok